Бытхинское казачье общество было образовано 8 лет назад. А вот с какой целью, понятно, на такого рода мероприятиях. Казаки постоянно уделяют внимание не только школьникам, но и детсадовцам. Трехлетний мальчик уже так уверенно демонстрирует нам казачью джигитку. Есть у кубанских казаков и подшефная группа 83-го детского сада, и подшефный класс – это 5-й В гимназии номер 9. Мы должны дать им азы, основы. То есть дети должны знать и помнить свои корни и свои традиции. Да вообще просто даже общение с природой – это для детей уже самое лучшее воспитание. Но самое лучшее воспитание – это личный пример. То есть казак пришел, показал, а дети все это повторяют. И что бы ни показывали казаки, ребята охотно учатся всему, о чем узнают на уроках истории и на классном часе. Здесь можно попробовать сразиться друг с другом в руках мягкие палки. Собрать и разобрать оружие – тоже наука, которую нужно освоить. А еще можно научиться стрельбе из лука. Сами дети признают, что общение с казаками для них больше, чем игра. Ну а конные прогулки от начала до конца похода желающие не заканчиваются. В народе говорят, казак конем красен. Ну, да, я в первый раз, но это прикольно. Сначала чуть-чуть страшно, но потом, если дольше посидишь, тогда уже становится, ну как бы, меньше страшно. А за что мне нравятся кони, ну, кони, за то, что они красивые. Ребята получают и навыки верховой езды. Им рассказывают, как ухаживать за животными, и как конь помогал казаку становиться гордым и свободным воином. Такие походы объединяют школьников, казаков, учителей, родителей. Даже те, кто и не мечтался из на коня, здесь садятся, глядя на своих детей. Мне очень понравилось, хотя было очень страшно. Но сейчас поборола свой страх, и благодаря этому походу я хотя бы первый раз села на лошадь. А пока продолжались спортивные казачьи игры, на огне подходила ароматная уха. Сегодня будет казачья уха. Ну, правда, рыба будет у нас консервированная, но надеемся, что понравится детям. Сегодня пятница, постный день, поэтому меню выбрали в соответствии с православной традицией. Как и положенная перед обедом молитва, а затем обед на свежем воздухе.